Не успели самарские регбисты залечить повреждения, полученные во всероссийских соревнованиях, которые тоже прошли в Самаре, как нужно было выходить на турнир региональный. Но крепким и мощным спортсменам, привыкшим к тяжелым физическим нагрузкам, такое плотное расписание дается легко. Мы тренируемся, то есть мы ходим в качалку, прокачиваем торс, ноги, чтобы травм не было, чтобы мышечный кассет был жестче. И нас, конечно, готовят к ударам, к сотрясениям, к всему. За победу в региональном турнире на стадионе «Локомотив» боролись шесть команд. Матчи проходили в формате 7 на 7 в два тайма по 7 минут. Лучшими оказались регбисты Самарской школы Олимпийского резерва номер один. Совсем немного им уступили представители клуба «Самара». За последние годы в регионе выросла конкуренция в этом виде спорта. Регби в Самарской области становится все популярнее. Благодаря этому региональная сборная в прошлом году вошла в пятерку сильнейших в России и держится среди лучших в этом году. Я думаю, что в ближайшие пять лет в Самарской области узнают все про нашу команду. Ну и за это же время, я думаю, в России регби поднимется на более высокую уровень. У него второе дыхание, только буквально четыре года назад пришел новый руководитель Федерации регби России и пошел такой прогресс. Успехи самарских регбистов привлекают соседей. На областном турнире участвует сборная Ульяновска, которая по итогу завоевала бронзовые медали. Гости хотят и в своем городе создать мощную команду. Для этого они набираются опыта, участвуя в чемпионатах России за самарскую команду. Хоть мы соперники на поле, мы с ребятами из Самары, из Тольятти дружим, поддерживаем связь. И в этом сезоне мы как раз играем за сборную Самарской области. После регионального турнира самарские регбисты продолжают подготовку к следующим стартам. На следующих выходных в Казани им предстоит защищать честь региона на Всероссийском чемпионате высшей лиги по регби-15. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.